У вас в школе наверняка была очень высокая девочка. Может быть, ты хочешь... Я как она. Ничего особенного. Ничего особенного. Мне 16, и я метр восемьдесят пять с половиной. Как наверху погода? Классные портки, снежный человек. Что ты сказал моей подруге? Фарида, не надо. Просто будь сильной перед лицом сложностей. О, мне нравится. Это оно. Идеально. Ты не идешь со мной на свидание, потому что ты думаешь, что сейчас сюда зайдет парень, который выше тебя, идеальный, это же... Ну ладно. Я пошла. Правда? Нет, конечно нет. Парень только с самолета, она уже успела пометить свою территорию. Как тебе Америка? Мне очень нравится Америка. Когда-нибудь, Джоди, ты восстанешь и скажешь, я люблю все свои сто восемьдесят пять сантиметров. Алло. Привет, это Стик. Я приехал по обмену. Надеялся, что ты пойдешь со мной на школьный бал. Да, да, конечно, конечно. Попалась? Признай это, Джоди. Ты высокая. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя нормально. Каждый раз, когда ты так со мной поступаешь, я начинаю чувствовать себя еще большим уродом. Мне нужна твоя помощь. И с чем? Сестренка. Я ждала этого момента всю свою жизнь. Устрою радикальное преображение. Тогда за работу. То есть, стеклянное покрытие для губ – это то же самое, что и блеск? Только не надо нервничать. Как диван у бабушки. О, прекрасная принцесса-русалка! Вот это уже я. Мне нравится новая Джоди, которая не боится, которая следует за тем, что хочет. Я влюблен в эту девушку с начальной школы. Тут приходит новый парень и рушит руку. Ты хочешь подцепить его? Нет. Не подходи к нему. Ладно. Хватит уже соглашаться со мной. Ладно. Всегда есть что-то, что хотелось бы изменить. А ты моя маленькая. Маленькая. Мы можем изменить только свое отношение к этому. Когда ты высокая девушка, люди видят только это. Я вижу не только это. Я хочу, чтобы тебе не было больно.